Военный эксперт. Армения потерпела очередную болезненную неудачу. По словам российского военного эксперта Игоря Коротченко, для Армении важна психологическая компенсация тех позорных неудач, которые преследуют ее в военном плане. Армения попыталась совершить диверсию, но благодаря отличному техническому оснащению азербайджанской армии удалось вскрыть движение армянских диверсантов и они были обезврежены. То, что армянское военное командование политики пытаются представить это как то, что этой группой лиц проводились инженерные работы, это глупости, потому что ночью личный состав отдыхает, а не занимается инженерными работами. В три часа ночи на азербайджанской территории могли быть исключительно армянские диверсанты. Думаю, свидетельские показания этих людей все прояснят, но даже и сейчас все абсолютно понятно. Для чего это было сделано? Нужно учитывать, что попытка диверсии с армянской стороны была предпринята в преддверии внеочередных парламентских выборов. Видимо, хотелось продемонстрировать избирателям Пашиняна хоть какую-то маленькую победу, показать, что он может отвечать, показывать зубы. Правда, вместо этого получилось то, о чем Владимир Владимирович недавно говорил. Зубы им выбили. Таким образом, Армения потерпела очередное фиаско – болезненную неудачу. Дальнейшее развитие Армении как государства может оказаться под вопросом, с чем связаны провокации на Азербайджан-армянской границы. Эксперты полагают, что в первую очередь с предвыборной ситуацией в стране. Сегодня большинство наблюдателей сходятся во мнении о том, что провокация на Азербайджан-армянской границе, совершенная армянской стороной, связана в основном со сложившейся в Армении предвыборной ситуацией. Об этом сказал доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Ниези Ниязов. Ниязов отметил, что целью этих провокаций является уничтожение рейтинга исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна и обеспечение победы на предстоящих парламентских выборах сил, поддерживающих бывшего президента Роберта Кочаряна. По его словам, одновременно надо понимать, что в вооруженных силах Армении еще достаточно много лиц, которые также являются сторонниками Роберта Кочаряна и которые, может быть, и не в открытую, но все-таки готовы поддержать его провокации, готовы поддержать его политику и его приход к власти. Эксперт считает, что в случае невыполнения пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года можно однозначно говорить о том, что Армения не сможет выйти из того положения, в котором оказалась. Речь идет о деоэкономическом и политическом тупике, в который Армения сама себя загнала в результате Первой Карабахской войны. А это будет означать, что дальнейшее развитие Армении как государства будет оставаться под большим вопросом, сказал Ниязов. По его словам, реализация договоренности от 10 ноября 2020 года прежде всего в интересах самой Армении. Игорь Короченко. Ереван не понимает, что без России Армению раздавят. По мнению известного российского военного эксперта, сегодня Армения существует лишь благодаря тому, что она опирается на помощь России и УДКБ. Что сейчас происходит вокруг Нагорного Карабаха? Как складываются отношения между Арменией и Азербайджаном после 44-дневной войны? Действительно ли исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выдвинул ультиматум президенту России Владимиру Путину? Если так, то чем это грозит маленькой, но безрассудно гордой стране? Как ситуация может развиваться дальше? На все эти и многие другие вопросы издания «Правда» ответил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Игорь, отношения между Арменией и Азербайджаном после недавней войны как бы как-то нормализуются и как-то выстраиваются, но все равно постоянно возникают какие-то обострения, делаются непонятные заявления. Недавно Владимир Путин разговаривал с руководителями этих государств. Подробности бесед не афишируются, но обе стороны вроде бы высказывают России благодарность за участие и поддержку. С другой стороны, Никол Пашинян чуть ли не хочет выставить нам ультиматум, что либо вы помогаете нам по полной, в том числе оказываете военную помощь, либо мы выходим из УДКБ. Возможно ли, что такое заявление, предостережение или пожелание уже не громко прозвучало? Или такой ультиматум только готовится армянской стороной? Насколько такая ситуация может быть реальной, как вы считаете? Ответ. Честно говоря, я не знаю, выдвигал ли Пашинян такой ультиматум. Не берусь судить, но если бы такой ультиматум официально был бы выдвинут, если он будет поставлен, то это будет означать конец Армении как государство. Сегодня Армения существует лишь благодаря тому, что она опирается на помощь России и УДКБ. Фактически Россия является гарантом ее суверенитета и независимости. Без России, без опоры на Москву Армения просто обречена. Армения как грецкий орех, помещенный в тиски. С одной стороны Азербайджан, с другой Турция. Без России ее просто сразу же раздавят. Поэтому выдвигать в Москве какие-либо ультиматумы со стороны абсолютно любого армянского политика, будет просто самоубийством. Своим политическим самоубийством и самоубийством всей Армении. У меня нет информации, что Пашинян выдвигал такие ультиматумы, либо обозначал намерение их делать. Но думаю, что те данные, которые вы привели, все-таки, наверное, вбросы. Вы говорите, что это обсуждалось в телеграм-каналах, но там много что говорится и обсуждается. Интернет, он и есть интернет. И если всерьез, то для Армении это означало бы тотальное полное самоубийство. И, наконец, Москва не позволит, чтобы Ереван там что-то указывал России, либо ее шантажировал. Я думаю, что не только к Армении это относится, а вообще к любому государству. Мы это видим, а здесь к тому же совершенно разные весовые категории. Понятно, что эти вопросы возникают в связи с напряженностью при делимитации армяно-азербайджанской границы. В условиях, когда у Пашиняна наносу досрочные парламентские выборы, он пытается быть святее Папы Римского и кричит караул там, где следовало бы просто элементарно и спокойно вести совместную с Азербайджаном работу по определению точной линии государственной границы. Фактически 30 лет границы как таковой между Арменией и Азербайджаном не было, поскольку Армения оккупировала 7 районов Азербайджана. В этих районах велась хозяйственная деятельность, где было возможно велась добыча полезных ископаемых. За это время армянские приграничные села разрослись. Часть домов и сельхозугодий фактически находилась на азербайджанской территории. После того, как по результатам трехстороннего заявления Армения передала Азербайджану прежде оккупированные районы, возникают проблемы, связанные с делимитацией и демаркацией линии границы. Да, есть разные подходы к этой проблеме. Я думаю, что самый разумный подход это советские карты середины 70-х годов, где точно обозначена линия административной границы между Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Надо брать эти карты, использовать системы глобального позиционирования GPS и GLONASS и совместными усилиями эту границу обозначать. Но для Армении этот вариант, судя по всему, неприемлем. Чисто по политическим соображениям сегодня Пашинян заниматься этим не хочет. Продолжение следует...